Маре презентовали театрализованную постановку, посвященную олено-транспортным и лыжным батальонам. Спектакль рассказывает о том, как в Тундру пришла война и увела практически всех мужчин вместе с оленями стадами. В стойбищах остались женщины и старики. Так в их жизнь пришли тяжелые будни, редкие письма и бесконечная надежда. 9 383 наших земляка ушли на фронт, из которых каждый третий не вернулся. Война в Ненецкую Тундру пришла внезапно, когда 20 ноября 1941 года Государственный комитет обороны направил на Реймар постановление о мобилизации. Со всех тундр в столицу округа стали съезжаться оленеводы, рыбаки и охотники. Вместе со своими неизменными спутниками, оленями и собаками стали собираться на фронт. К январю 1942-го Карельскому фронту были подготовлены три эшелона. В ряды советской армии направились 600 каюров и почти 7 тысяч оленей. Все они воевали в составе 31-й оленолыжной бригады. Оленью-пряжки были единственным надежным видом транспорта. Они доставляли зенитчикам снаряды и продовольствие, вывозили с поля боя раненых. В 1942 году аэродром Гитлеровцев, расположенный в Пицама, был разгромлен оленотранспортным батальоном. Нашим тундровикам было очень просто. Русский язык в то время мы плохо знали. И очень много тонуло во время переправ через реки. Плавать не умели. Стойбища опустили, но жизнь в них продолжалась. Дети и женщины ловили рыбу, караулили стадо, добывали дрова. Редкие письма, которые доходили через полевую почту, становились настоящим праздником. А когда приходили похоронки, поддерживали друг друга и спасались песней. В надежде на скорое окончание войны и возвращение родных, обращались и к небесным силам. Между тем, на фронт начали призывать совсем юных парней. Зимой 43-го в Карелии сформировали еще четыре бригады оленного транспорта. Благодаря им удалось успешно провести освободительную Пицамо-Киркенесскую операцию. В победном 45-м 31-я бригада освободила Польшу, форсировала Одер, а войну закончила возле Слата Праги. Краткий, но очень точный экскурс в историю военного времени получился благодаря тщательно проработанному сценарию. В его основе фронтовые письма, воспоминания, произведения Алексея Печкова, Прокопия Фтысова, Роберта Рождественского. У нас было 30 минут, и нужно было сделать очень четко, грамотно и очень компактно. То есть мы вплоть до того, что вымеряли посекундно, поминутно время, чтобы это было и в наших традициях. То есть ведь коми, единицкий народ такие неспешные люди, да, то есть вы сами видите по сценам, нет такой мобильности, такой быстроты. То есть все неспешно, все очень у нас, ну тундра есть тундра, да. Еще одна особенность постановки – творческая группа. Помимо фольклорного ансамбля «Печорянка» и самодеятельного театра «Иллипс», в постановке приняли участие непрофессиональные артисты. Когда ты понимаешь всю эту роль большую, которая была сыграна нашими оленолыжными батальонами, то играть с ним все легко, потому что ты сопереживаешь им, ты играешь, ты просто живешь. Постановка «Мы сбережем родную память» уже получила первую награду, второе место на Всероссийском фестивале народного творчества «Салют Победы». По словам артистов, это лучшая память о погибших в войнах Заполярья.